Итак, сегодня мы продолжаем работать с двойкой, только последовательность будет несколько иная. Если мы начинали спинкой и продолжали рубящим, то теперь мы сделаем наоборот. Вариантов гораздо меньше, но от этого они становятся менее эффективными. И если мы работаем в атакующей манере, то это будет переходить на укол. То есть, допустим, раз-два, либо раз-два. Раз-два, раз-два, раз-два. Горизонтально. Раз-два, раз-два. Раз-два, раз-два. Ну и, соответственно, остается снизу. Раз-два, либо раз-два. И с другой стороны. Раз-два, раз-два. Как это все может выглядеть? Либо я начинаю сам действие, атакую. Таким образом я помошу раз-два. Либо я реагирую на его атаку с уходом. То есть, раз-два. Все начинается внутри струбящего. Еще раз. Раз-два, делаю двойной шаг. Либо защитился, ударил. Два-два. Либо если в какой-то момент мне надо, я сам. Два-два, начал. Начал. Как это выглядит в пустых руках? Человек в позиции атакует меня. Раз, я ушел, вернулся. Либо так, еще раз. Раз-два. То есть, срубил руку, вернулся этой рукой. Пах, пах. Еще раз. Пах. И вернулся рукой. То есть, это рукопашный вариант. Важным элементом являются ноги. Особенно движение пятки. Бросаем. Бросаем. Представляем, что у нас стоит мячик. И мы должны его подбить. Таким образом, освобождая заднюю ногу, мы делаем раз, и вернулись. Еще раз. Раз, и вернулись. Если же нам нужно сместиться в другую сторону, то мы представляем, что мячик находится дальше. И тогда мы делаем раз. Раз. И возврат. Относительно мяча еще раз. Мяч находится дальше. Поэтому я делаю вот этот шаг. Что происходит, если на нас движется партнер? Раз. Либо я его провалил. Так. Либо там провалил вот таким образом. Еще раз. Раз. И здесь я могу добавлять уже любых бак. Например, тот же боковой его. Если бак. Дальше. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok